Добро пожаловать, друзья, на канал InvestHacking. С вами снова я, Антон. Это видео, которое вы смотрите, является частью моего обучающего курса для новичка в крипте, записанного в 2024 году. Если вы хотите поддержать создание бесплатного обучающего контента, проверьте ссылки в описании. Спасибо, переходим к видео. Добро пожаловать, друзья, на первое видео курса введения в криптовалюты. И это видео называется у нас с вами «История денег» или «Что такое деньги». Я считаю, что именно с этого видео нужно начать курс введения в криптовалюты, потому что многие из вас, кто смотрит это видео, являются абсолютными новичками в криптовалютах. Возможно, вы до этого не имели вообще никакого опыта в инвестициях. И отсутствие этого понимания, понимания, что такое деньги, приведет вас, скорее всего, к потере тех самых денег, вашего депозита, ваших средств, потому что вы еще пока не понимаете, возможно, что такое деньги, почему есть хорошие деньги, есть плохие деньги. И деньги в данном случае – это не только доллары, рубли, гривни и прочее. Это токены, токены, про которые мы будем говорить, про то, про что вы пришли послушать, про крипту. Это тоже все некоторые формы денег или попытки приблизиться к тем самым формам денег. Поэтому я считаю, что необходимо понять, что такое деньги. И сегодня мы поговорим именно про это. Если вас спросить, что такое деньги, вы, скорее всего, не сможете ответить на этот вопрос, потому что деньги – это такая часть нашего с вами обихода, что никто не задумывается о том, что это такое. Все просто используют, дай мне деньги, где заработать денег, как потратить деньги. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, что такое деньги и как они появились. На самом деле деньги существовали уже очень-очень давно, но они часто меняли свою форму. В стародавние времена, до того, как люди научились добывать золото, и уже до много лет, до того, как люди начали печатать бумажные деньги, существовали разные формы денег. Где-то в горных регионах деньгами были ракушки, где-то на приморских районах деньгами были разные редкие минералы. Догадались, почему в горах ракушки, а на приморье минералы? Потому что и там, и там эти вещи сложно найти. То есть, конечно, если бы деньги были, ракушки были бы деньгами на приморских регионах, то каждый мог бы пойти себе спокойненько набрать денег и пользоваться ими. А в горах, соответственно, достаточно легко добыть редкие минералы. Поэтому обычно как раз деньгами являлись противоположные в данном случае, в моем примере, единицы, потому что их сложно добыть. Итак, главная характеристика денег – это их редкость, их сложность их добыть. Потому что если каждый может пойти и набрать себе денег, то они быстро обесценятся. Итак, у нас с вами есть редкость, сложность добыть и ценность денег. Соответственно, когда цивилизация развивалась, например, к тем же индейцам приплывали колонизаторы, они быстренько вникали в местную экономику, смотрели, что у них ценится. Так как колонизаторы, которые приплыли, у них были более развитые технологии, они могли с легкостью где-то добыть то, что местные считали за деньги, и быстренько обесценить валюту, забрать у них самые ценные товары. То есть, деньги использовались для того, чтобы покупать товары. Со временем, когда торговля вышла на такой междугородской, международный, междуконтинентальный уровень, деньгами стали считать то, что трудно добыть везде. Трудно добыть везде золото, серебро, редкие металлы. Кстати, вот алмазы, например, сейчас уже с достижением определенного уровня науки и технологий, алмазы делать легко. Вы наверняка все слышали про искусственные алмазы. А вот искусственного золота нет, есть только поддельное, но это другая история. Алмаз, как вы наверняка знаете, это у нас с вами углерод, а золото это, соответственно, отдельный элемент в таблице Менделеева, то есть, это то, что нам с вами сниспослала природа в своем первоначальном виде, поэтому подделать это не так просто. Так вот, на протяжении многих сотен лет золото являлось основной валютой в мире, основными деньгами в мире. Однако золото переводить сложно и тяжело, сложно делить, сложно перевозить на далекие дистанции, сложно платить маленькую сумму, потому что нужно совсем чуть-чуть золота. Также сложно платить большую сумму, потому что нужно много золота, а оно тяжелое. Больше того, золото можно проверить, но на больших объемах это тоже делать сложно. Ну и, конечно, есть большой шанс, что у тебя его просто-напросто отберут. Если кто-то знает, что ты едешь с вагоном золота, скорее всего, на тебя нападут эти золота, это золото отберут. Поэтому стали существовать банки, которые поначалу выдавали вам бумажные сертификаты, то есть, вы приходили в одно отделение банка, вам давали сертификат на золото, вы с этим сертификатом куда-то переезжали, никто не знал, что вы его везете, у него была маленькая бумажка, но с каким-то отличительным символом, чтобы партнер этого банка на какой-то другой дистанции, в каком-то другом городе или стране определил подлинность этого документа. И там вы могли получить эквивалент своего золота. Так появились первые, это были еще не деньги, это были сертификаты на деньги, сертификаты на золото. Со временем, соответственно, мы знаем, что появились бумажные деньги, которые, по сути, стали этими сертификатами на золото, до определенной даты, про которую мы сегодня обязательно с вами поговорим, золото, деньги были привязаны к золоту. И сегодня мы с вами живем в мире бумажных денег, которые, если вы не знали, не привязаны никакому золоту больше, и просто существуют в отдельном обращении. Так что же является хорошими деньгами, что является плохими деньгами? Наверное, вы все догадываетесь, что самой популярной валютой в мире является доллар США. Почему так? Потому что американская экономика огромна по сравнению со всеми другими. Американская экономика занимает около 40% от мирового ВВП на момент записи этого видео. В ближайшие к ней Китай, но и Китай там чуть ли не в два раза меньше. Экономику России вообще не видно по сравнению с американской. Так вот, сегодня мы с вами поговорим про доллары и попытаемся определить, хорошее это деньги или нет, и почему вообще появилась необходимость в криптовалютах, в биткоине, и как себя сейчас чувствует золото. Это была присказка. Сейчас к цифрам. Итак, есть такой сайт usdeadclaw.org. Это один из моих любимых сайтов, где можно посмотреть на текущий долг Соединенных Штатов. Итак, 33 триллиона 688 миллиардов 703 миллиона с копейками на момент записания этого видео в ноябре 2023 года. Интересно, и в тот момент, когда вы будете смотреть, можете зайти на этот сайт и посмотреть, на сколько увеличился долг. То есть, вот здесь мы видим затраты американского правительства в 6 триллионов в год, а вот здесь мы видим общий доход американского правительства с 4,4 триллиона долларов. То есть, как мы видим, американское правительство работает в минус, в дефицит. И вот триллион 861 миллиард – это, соответственно, дыра в американском бюджете. Если представить, что американское правительство – это, не знаю, семья или какой-то бизнес, то если у вас в семье, например, дефицит, то есть у вас есть зарплата и есть ваши затраты. Если ваша зарплата меньше, чем ваши затраты, то рано или поздно вы, ну, в общем, станете банкротом, и еще она живет в себе много врагов среди бывших друзей и несчастных родственников. Потому что если ваши затраты превышают ваши доходы, то вам придется занимать эти деньги, а рано или поздно их придется отдавать, а отдавать их негде. У Америки, в принципе, ситуация такая же, но с одним лишь нюансом, что Америка, в отличие от вас или в отличие от бизнеса, может печатать деньги. Но, может быть, вы когда-либо слышали, что доллар подкреплен золотом, что есть золотовалютные резервы. Давайте разберемся, все-таки подкреплен доллар золотом или нет. И если, например, окунуться в историю, то можно вспомнить, что после Второй мировой войны доллар действительно был подкреплен золотом. После Второй мировой войны большинство стран, развитых стран в мире, находились в тяжелой ситуации после Второй мировой войны. И тогда-то и состоялось Бриттенвудское заседание, где доллар был выбран резервной валютой всего мира, а сам доллар был обеспечен золотом. Но, пришел такой прекрасный президент Никсон, и в 1971 году случился так называемый Никоновский шок. И Никсон-шок, по-английски можно поискать статью и почитать, что случилось. Но, если очень коротко, то доллар был отвязан от золотого стандарта. То есть, Никсон сказал, что всем спасибо, это, конечно, хорошо, но пока что временно мы прекращаем поддерживать доллар, и вы не можете больше поменять его на золото по тому курсу, который был тогда написан на долларах. Тогда прямо на долларах было написано, что обеспечены золотоволюбными запасами США, и эта надпись пропала. И в 1971 году мир изменился навсегда. Это уже, получается, произошло около 50 с лишним лет назад. И есть, например, такой прекрасный сайт, What Ever Happened in 1971, где огромное количество графиков, которые показывают, как изменилась жизнь именно после этого момента. Казалось бы, ну, отвязали и отвязали. Что теперь? На самом деле, огромное количество всяких показателей резко изменилось. И самые такие неочевидные моменты здесь произошли. Можно здесь сразу открыть этот сайт и посмотреть, и удивиться. Помимо финансовых каких-то графиков, про которые мы с вами немножечко поговорим, изменились еще и другие графики, которые, казалось бы, точнее, другие показатели, которые, казалось бы, не имеют ничего с этим общего, на первый взгляд. Однако, все-таки они имеют. Ну, вот, например, такой график, да, где до 1971 года только мужчины работали, то есть в 38% работали только мужчин, а оба супруга работали в 47% случаев, то уже к 2010 году только мужчина 21 и оба супруга 66. Ну и так далее. То есть, похоже, что на все социальные стороны жизни это решение имело эффект. Можно посмотреть на цены, которые были в тех годах. В общем, это очень интересный сайт. Некоторые графики вообще выглядят абсолютно вот так вот, да. Но это инфляция. Про инфляцию мы с вами поговорим. Естественно, она улетела выше некуда, так же, как и CPI, и прочее-прочее. Вот цена на электричество. Ну, да, в общем, про цены это все понятно, но интересно, для меня даже интереснее этот сайт с точки зрения того, как повлияло это решение на социальные какие-то аспекты жизни. Ну, а что случилось у нас с вами с акциями и с ценой на золото после 1971 года? Я слушал много аналитиков, которые жили в то время. И, например, такой известный инвестор, как Рей Далио, он тогда работал помощником, где-то там, помощником брокера на полу в Нью-Йоркской бирже. И он говорил, что он тогда очень испугался, распереживался, потому что акции рухнут и больше никогда не поднимутся. Но если, например, открыть Dow Jones, DJI Ticker, вот три буковки, это Ticker называется, про вот это приложение и про тикеры, и про то, как это все искать, я расскажу в последующих видео. Сейчас просто посмотрите на график цены. Мы видим, что после войны, естественно, DJI рос вверх. DJI – это индекс американской экономики, можно так сказать. Такой довольно старый индекс, и поэтому у него есть длинный график. Мы видим, что после войны пошел рост. И вот в августе 1971 года была просадка, и на следующие 10 лет рынок еще не вполне мог понять, что происходит. Все-таки хорошее это решение было или плохое. Но после этого потихонечку шок прошел, и все осознали, что теперь можно спокойненько печатать долларов столько, сколько нужно. И с тех пор активы, то есть этот индекс, он отображает акции на рынке, цены акции на американском рынке. Соответственно, цены, как вы видите, улетели во много-много-много раз, и с тех пор цены идут практически только вверх. Да, естественно, существуют медвежьи рынки, существуют откаты. Вот эта вот такая вот просадка – это у нас с вами пандемия. Это провал 2008 года, но тем не менее на протяжении большого промежутка времени в 50 лет мы видим, что акции только дорожают. Почему вот так это происходит? На самом деле это не столько акции дорожают, сколько доллары дешевеют. И сейчас я про это расскажу. Но прежде покажу вам еще и график золота, который тоже вот с 1971 года. Золото болталось на уровне 30-40 долларов. После этого, ему даже 10 лет не понадобилось, оно гораздо раньше, уже на следующий год, полетело вверх. И с тех пор оно тоже очень даже хорошо улетело. И с 30-40 долларов полетело на 2000. И значит ли это, что золото стало меньше в мире? Нет, золото стало больше. За эти 50 лет золото стали добывать больше и добыли больше. Но почему же оно тогда дорожает? Оно дорожает именно в долларах. То есть доллары на самом деле дешевеют. Вот еще один интересный график, который можно открыть и посмотреть. Называется M2 Money Supply. Это все деньги, грубо говоря, которые есть в обращении в мире. И вот мы видим, как количество денег, если до 1971 года, оно находилось в районе 562 миллиардов, если я не ошибаюсь. То дальше, буквально после, сразу после шока Никсона, мы видим, насколько быстро увеличивается количество денег в обращении. И буквально разгоняется с каждым годом, с каждым десятилетием все больше, больше и больше. И мы видим этот резкий скачок с 15 до 18 уже здесь триллионов. Это, естественно, пандемия. Мы все помним, что в определенный момент, когда экономика в мире остановилась, то было напечатано огромное количество долларов. И они все, соответственно, попали в экономику. И мы видим, как supply увеличился с 15 миллионов до триллионов, до 21. И сейчас потихонечку они пытаются немножечко его уменьшить. Но я думаю, что это временно, потому что мы с вами знаем, что этот график идет всегда в одном направлении. Вверх и вправо, да. Ну, вправо по времени, вверх по количеству напечатанных денег. Почему же Америка печатает деньги и почему активы дорожают в долларах? Существует такое понятие, как инфляция. Вы наверняка ее услышали, особенно в последнее время после пандемии. Инфляция стала одним из главных топиков, про которые вы всегда можете послушать. Так в новостях, так и в социальных сетях. Инфляция, по сути, это процент, на который деньги теряют покупательную способность. То есть, когда вы слышите, что, например, курица подорожала на 20%. На самом деле, это не столько подорожала курице, сколько рубль, допустим, потерял стоимости к этой самой курице. Также и доллары теряют стоимость по отношению к акциям, по отношению к золоту и еще больше теряют по отношению к продуктам. Недаром продукты исключены из основной корзины такого индекса CPI, Consumer Price Index, на который каждый месяц приходит отчет. Я не буду сильно погружаться в отчеты по инфляции, в данные CPI и прочее. Нужно просто понимать, что после 1971 года доллары были отвязаны от золота. С тех пор американское государство, когда испытывает нужду в долларах, а оно испытывает нужду в долларах регулярно и постоянно, потому что у них дуря в бюджете, они могут напечатать столько долларов, сколько они хотят. Чем больше чего-то на рынке, тем оно дешевле. Всегда вспоминайте про обычный рынок, куда вы приходите, и если вы придете осенью на рынок покупать яблоки, вы увидите, что яблоки стоят очень дешево, потому что у всех, у всех, у всех яблоки есть. И вам бабушка дает ваше бесплатно ведро яблок. Если вам вдруг этого ведра оказалось мало, пошли бы покупать, то вам ведро дают за какие-то символические деньги. А если вы придете покупать, например, те же яблоки, но уже в середине зимы, скорее всего, цена будет выше. Почему? Потому что предложение яблок будет меньше, потому что эти яблоки будут какие-нибудь привозные или тепличные, но в любом случае их меньше, и у бабушки яблок бесплатно вы точно не получите, если, конечно, живете нигде-нибудь на юге. Так вот, то же самое происходит с деньгами. Чем больше денег, тем они стоят дешевле. И Америка просто потому, что, как я уже сказал, является самой крупной экономикой в мире. Расчеты за нефть и за многие другие товары происходят в долларах. Кредиты у других стран, другие страны берут кредиты в Америке в долларах. Им нужно эти кредиты не только погашать, но и платить по ним проценты. Поэтому на доллар есть спрос. То есть спрос все равно всегда высок на доллары. Поэтому они еще чего-то стоят и теряют стоимость не так резко, как, например, валюты в других странах. Например, есть известные всем примеры Венесуэлы, где доллары возят бочками. Ну, не доллары, а местную их валюту. Или Аргентина, где песо, соответственно, тоже теряет стоимости в два, в три, в четыре раза в год бывает цена песо падает. Почему? Потому что государство не может выплатить свои обязательства. У них есть, соответственно, государство, какие обязательства? У государства обязательства по социальным пакетам, да, они платят зарплату госработникам, всем, кто на социалке, армии, полиции и прочее, прочее, прочее. Если они не могут расплатиться, как они не могут расплатиться? Потому что они не собирают налогов. Потому что основной способ дохода государства – это, естественно, налоги, то, что они собирают с экономикой. Если у них не хватает того, что они собрали, то у них только один выход – им печатать деньги. Они их печатают, раздают людям, в итоге люди получают денег много, а купить они ничего не могут. Почему? Потому что экономика, рынок, он всегда подстраивается под это. Если вам всем сейчас раздать по, не знаю, тысяче долларов в месяц, то цена айфона с тысячи долларов прыгнет на две. Потому что, ну, естественно, уже точка отсчета будет не с нуля, а с той самой тысячи. Да, ведь цена, на самом деле, это такой регулятор спроса. Почему у нас есть какие-то вещи, которые стоят дороже, а какие-то вещи стоят дешевле? Ведь не всегда цена напрямую связана со стоимостью производства. То есть, казалось бы, вы можете сказать, что айфон дорого производить. Но на самом-то деле айфон может быть не сильно дороже производить, чем какой-нибудь обычный стандартный сейчас уже телефончик. Однако айфон стоит в 10 раз дороже. Для чего? Для того, чтобы, так скажем, разделить тех, кто может заплатить тысячу долларов, от тех, кто может заплатить только сто. Если все люди будут начинать каждый месяц, например, не с нуля, а с тысячи долларов, то, соответственно, цена айфона вырастет практически сразу на две тысячи. Это, кстати, аргумент против так называемой UBI, Universal Basic Income. То есть, той идеей, которую некоторые сейчас либеральные политики, скажем так, или те, кто пытается стать лидерами стран, толкают, что нужно всем раздавать по какой-то сумме. И тогда люди могут чувствовать себя хорошо, обеспечить себя базовыми нуждами, а дальше работать и заниматься тем, что они хотят, а не тем, чем они обязаны заниматься, чтобы выживать. На самом деле, конечно, работы не будет, просто цены на все взлетят. И тут никакого секрета, в общем-то, нет. Больше того, можно часто услышать, что инфляция необходима. Инфляция является таким двигателем прогресса. На самом деле, это рассуждение, возможно, имело смысл где-то в времена индустриальной революции, там 70-е, возможно, когда, чтобы толкать производство, нужно было обязательно, чтобы что-то дорожало. Потому что основные вещи, которые покупали люди, были машины, дома, на постройку которых действительно затрачивались реальные средства. Сейчас мы живем и движемся еще дальше и дальше в цифровой мир. Все больше и больше мы с вами поглощаем цифровых активов, начиная от фильмов, мы не покупаем диски, мы стримимим их с Netflix или откуда-то онлайн, мы не покупаем больше кассеты, мы подключаемся к какому-то стриминговому сервису. Соответственно, эти сервисы, им не нужна инфляция по сути, потому что один раз записанный фильм, один раз записанная песня все время будет приносить профит тому, кто это сделал. Поэтому его не нужно дополнительно мотивировать инфляцией. Поэтому на самом деле инфляция нужна тем, кто сидит в долгах. Инфляция нужна государству. Самый большой должник в мире – это американские государства. И вообще государства и крупные корпорации – это те, кто погрязли в долгах. Поэтому они будут так толкать идею инфляции в массы. На самом деле нам с вами инфляция по сути не нужна, потому что инфляция значит, что вы заработали какие-то деньги сегодня, через месяц вы на них сможете купить меньше какого-то товара. Разве это хорошо? Ну, вряд ли до вас это хорошо. Вы бы, наверное, предпочли, чтобы через месяц вы могли бы купить больше на те же самые деньги, ну или хотя бы не меньше. Ну, это уже австрийская школа экономики. Меня, как обычно, занесло. Я могу про эту тему говорить больше, но нам сегодня нужно было понять следующее, что сейчас у нас с вами в ходу фиатные деньги. Фиатные – значит, ничем не подкрепленные. По сути, деньги, которыми сейчас пользуются во всех странах, во всем мире, они основаны на доверии. То есть, если я вам даю долларовую бумажку, вы верите, что американское государство, она подкреплена американским государством, что она имеет какую-то покупательную способность. То есть, прийти и поменять именно что-то у вас не получится. Все деньги, которые сейчас есть, все фиатные деньги, они обесцениваются, потому что государством нужна инфляция, чтобы им выплачивать свои кредиты. Потому что, если бы не было инфляции, то этот кредит они никогда бы не смогли выплатить. Потому что, если бы деньги не теряли в стоимости, а, например, набирали, то этот долг со временем был у них роз. Это очень важно понимать для последующих наших с вами погружений в мир криптовалюты. Золото, в отличие от фиатных денег, оно инфляционно, тоже инфляционно, потому что его добывают. Но добывать золото можно только с определенной, так скажем, скоростью. Даже если все люди бросятся, сейчас хватит лопаты, кирки и все трактора переключатся на добычу золота. Намного больше его добыть не получится, в десятки, в сотни раз у нас не получится добыть больше золота, потому что на данном этапе это высокотехнологичное производство. И поэтому у золота есть фиксированная инфляция. То есть, она может немножечко колебаться. Конечно, если цена на золото пойдет сильно выше, то попробуют золотодобытчики увеличить свои мощности. Но сильно они повлиять на это не смогут. То есть, вот такого вот скачка в инфляции золота быть не может физически. У золота есть такой природный встроенный механизм, который защищает его, по сути, от инфляции. Также и у биткоина. У биткоина есть цифровой механизм, который защищает его от инфляции. Всего биткоина максимум может существовать 27 миллион, и 19 500 уже было найдено. Про то, как работает биткоин, почему нельзя, не может его быть на майне больше. Я расскажу в следующем видео. Мы с вами поговорим про биткоин и эфир, в чем разница. И, соответственно, вы поймете про майнинг и про механизм, который защищает биткоин от инфляции. Сегодня же нужно просто понять, что в отличие от фиатных денег у биткоина ограничена максимальная капитализация. То есть, их всего может быть 21 миллион. Золото, она не ограничена, но она не так быстро раздувается, как те же самые доллары, которые каждый, кто стоит у руля в Америке, или в случае других фиатных валют, других стран, может напечатать буквально нажатием кнопки и просто отправить инфляцию этой валюты, соответственно, на Луну. Поэтому важно понимать вот этот принцип рынка, когда я подвожу черту. Чем больше чего-то на рынке, тем оно меньше стоит. Поэтому активы, хорошие активы, такие как индекс акций. Индекс – это несколько акций, собранные вместе в одну корзину. Индекс акций, золото, биткоин – они на протяжении длинного промежутка времени должны идти вверх. Не столько даже, потому что они делают что-то невероятно классное, у них там супертехнологии, или они сделали какие-то прорывы. Просто потому что мы видим, что доллары, в которых эти активы оценены, их количество увеличивается. Когда увеличивается количество чего-то, увеличивается, соответственно, делитель. И получается, что цена активов растет, собственно, как и должна по графику. Когда вы, если вы все это хорошо поняли, то помните, что этот принцип можно также применять и к токенам. Когда вы будете анализировать криптовалюты, криптотокены, вы должны помнить про инфляцию, вы должны помнить про максимальное количество токенов, которые могут существовать на рынке. У некоторых криптовалют она ограничена, у некоторых криптовалют она не ограничена. И, соответственно, если вы помните принцип вот этого рынка, принцип предложения и спроса, то это может, опять же, сэкономить вам большое количество денег. Ну и главный вопрос этого видео, на котором вы можете получить себе ответ, это что вы в итоге хотите зарабатывать. Хотите ли вы зарабатывать себе фиатные валюты, хотите ли вы зарабатывать себе доллары, или вы хотите увеличивать все-таки количество биткоинов, например. Или кто знает, может быть, вы так называемый золотой жук, который в итоге хочет купить себе золото. Кстати, еще одна хорошая инвестиция – это недвижимость, потому что недвижимость тоже не инфляционна. Количество земли на планете ограничено, количество строений, ну, можно сказать, что тоже ограничено, потому что есть, соответственно, какие-то правила, где вы не можете строить больше, чем сколько-то домов или больше, чем сколько-то этажей. Поэтому, если вы хотите в итоге по результату вашего криптопутешествия купить себе недвижимость, то это, в принципе, тоже хорошая, на мой взгляд, инвестиция. Ну, в общем, я надеюсь, что по деньгам появилось некоторое понимание у вас. И закончить я хочу словами Алана Гринспена, председателя Федеральной резервной системы несколько летней давности, он был, по-моему, предыдущим главой Федрезерва, и он сказал буквально следующее. На этом все. Увидимся с вами на втором видеокурсе, где я расскажу, что такое биткоин, что такое эфир, в чем они похожи, чем они отличаются. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. Увидимся.